Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных 60-летию Обнинска. Сегодня расскажем о том, как жили горожане в эпоху застоя и какие научные открытия, сделанные обнинскими учеными, относятся к этому историческому периоду. 1970-е годы в Советском Союзе начались череды юбилейных дат. Одну из самых важных вся страна отметила 22 апреля 1970 года. К столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина в каждой республике, регионе и городе подготовили рапорты о достижениях, прошли торжественные собрания и праздничные вечера. Особый город Обнинск не стал исключением. Вековой юбилей вождя пролетариата здесь отмечали с большим размахом. А через два года в городе науки был открыт мемориал «Вечный огонь». Тему продолжит Екатерина Замахина. 9 мая 1972 года. В это утро у только построенного мемориала «Вечный огонь» собрался весь город. Все ждали бронетранспортер, на котором военнослужащие должны были привезти факел, зажженный от огня на могиле неизвестного солдата в Александровском саду Москвы. Из рук полковника Зубачева факел принял первый секретарь Обнинского горкома КПСС Иван Новиков. Он и вошел в историю Наукограда как человек, который зажег вечный огонь в Обнинске. В 1970-е в Обнинске было учреждено звание почетного гражданина города. Первым его удостоился генерал-майор Александр Федорович Наумов. За выдающееся достижение в деле освобождения Обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков и не только Александр Федорович проводил большую военно-патриотическую работу в Обнинске и основал и руководил Первым советом ветеранов. Главным Обнинским юбилеем 70-х стало 20-летие физико-энергетического института, ставшего правоприемником секретной лаборатории В, коллектив которой создал первую в мире атомную электростанцию. В архивах музея истории города Обнинска сохранилась фотография, сделанная во время проведения научно-практической конференции, посвященной этому событию. Форум, собравший весь цвет атомной энергетики СССР, прошел здесь в июне 1974 года. В 70-е годы под руководством ФИИ были пущены в эксплуатацию реакторы на Билибинской атомной электростанции на Чукотке. Свои плоды принесла и программа создания реакторов на быстрых нейтронах. В городе Шевченко была пущена в эксплуатацию АЭС на быстрых нейтронах БН-350. Александр Лейпонский принимал активное участие в создании этого реактора, но, к сожалению, не дожил до дня его пуска. Смерть великого ученого, ушедшего в 1972 году, стала большой потерей для обнинской и советской науки. В 1980-м состоялся запуск энергоблока на Белоярской АЭС. Это был реактор на быстрых нейтронах БН-600. В Обнинске активно развивалось и направление разработки реакторов для космических аппаратов. Результатом стало создание ядерных установок БУК и ТАПАЗ. Малогабаритный реактор БУК снабжал электроэнергией приборы на космических спутниках серии космос. Они предназначались, ну, конечно, мало кто знал в то время, что они предназначались для военно-морской и космической разведки и целеуказания. В городе науки велись разработки уникального реактора для подводных лодок. Именно здесь был создан малогабаритный реактор со свинцово-висмутовым теплоносителем для атомной подлодки 705-го проекта. Это была уникальная лодка, малогабаритная, очень маневренная, способная достигать исключительной скорости 40 узлов, примерно 80 километров в час. И могла разворачиваться на 180 градусов, уходить в теневую зону влияния иностранных вражеских торпед. Одним из главных трагических символов этого времени стала катастрофа на Чернобыльской АЭС. Более двух тысяч сотрудников обминских институтов и предприятий стали ликвидаторами последствий радиационной аварии. Это были физики, метеорологи, медики, строители и пожарные, а также студенты-дозиметристы обминского филиала МИФИ. Военные строители тоже принимали активное участие и, пожалуй, на их долю пришлась самая тяжелая, самая такая грязная работа. Они сооружали саркофаг над аварийным энергоблоком. Руководил этой работой сам Славский. Важной страницей в истории Обнинска стало основание НПО «Технология», в которой объединились две организации – филиал Института технического стекла и филиал Института авиационных материалов. На предприятии изготавливали уникальную продукцию из новых материалов – технического стекла, композиционных материалов и керамики. В изготовлении изделий для бурана, составных частей бурана, принимали активное участие сотрудники технологии. Более 30 наименований было создано. Ну, самое интересное, мы показываем, здесь в музее представлена плитка, которой был облицован этот уникальный космический самолет. В 1988 году в Обнинске появился 100-тысячный житель. Им стала девочка, родившаяся в семье сотрудников ФИИ Скворцова. В честь этого события по всему городу были расклеены вот такие яркие плакаты. А впереди были тяжелые 90-е, которые принесли в Обнинск множество изменений. Но об этом расскажем в следующий раз.